Каждые два года этим лишним последние два сезона является мяч, а упражнение с мячом у Юли просто фантастическое. Вот уже со следующей весны на международных соревнованиях она, видимо, будет королевой этого вида. У нас меняет её Виктория Фратер, венгерская спортсменка, у неё композиция с лентой. Глядя на протокол, на стартовый протокол наших соревнований, убеждаешься, что, конечно же, превалируют над всеми остальными спортсменки из стран бывшего СССР и нашего ближайшего бывшего же социалистического окружения. Вот, несмотря на все попытки той же Немецкой Федерации, той же Французской Федерации, пока не могут гимнастки из вышеупомянутых стран конкурировать достойно с теми, кто выступает сейчас на нашем турнире. Василий, я вижу, ты хочешь вновь включиться в наш репортаж. Я хочу спросить тебя, Денис, как дилетант профессионала, а чем это всё-таки вызвано, вот такая странная ситуация? Ведь, насколько мне известно, допустим, показательное выступление гимнасток, вообще, техлористая гимнастика пользуется наибольшей популярностью, ну, скажем, в Японии, во Франции. Вот я знаю сейчас Яна Батыршина на показательных выступлениях в Бельгии. Почему же эти страны, вот до такой степени, проявляющие интерес к гимнастике, не в состоянии что-то в ней показывать? Есть ли это какое-то разумное объяснение? Видимо, только одно школа, школа, вот как ни крути, а лучшие специалисты, вот просто вот экстра-класса этого вида спорта, которые трудятся в России, Украине, Белоруссии, Болгарии. Как бы коротко её представлю, самым большим её достижением пока является бронзовая медаль Игоря Доброй Воли, полученная в финалах в отдельных...